Приветствую вас. Видите ли, ваша проблема, она довольно серьезная, в плане того, что, как бы, сам факт того, что вот описываемая вами ситуация стала возможна, в принципе, говорить о отличии у вас некоторых проблем, которые вполне вероятно были еще до того, как вы познакомились с этим мужчиной, который сейчас вас мучает, да, и не дает вам как бы нормальную жизнь. И эти проблемы, именно эти проблемы проявляются в следующем. Во-первых, значит, сердце болит невыносимо, просто хотя бы от того, что нет взаимной любви, нет. То есть, это первый, на мой взгляд, ну, такой важный момент. Вам нужна взаимная любовь. Любовь, если она есть, вот, ну, как бы, если она есть, действительно, она не подразумевает под собой Обязательное наличие взаимности, то есть человеку, который любит, любит по-настоящему, взаимность не нужна, как таковая. Он счастлив именно от того, что просто любит. Он счастлив от того, что он имеет возможность любить. Вы не счастливы, значит, для вас любовь, это именно вот взаимность, то есть вам нужно что-то получать. Теперь давайте подумаем так. Если вам нужно что-то получать, и если мы с вами пришли к такому выводу, что вам необходимо отношение что-то получать, то все это значит. Надо сказать, в первую очередь, что у вас есть потребности. И именно потребности вы удовлетворяете с этим мужчиной. И расстаться с ним вы не можете именно потому, что потребности ваши удовлетворяться перестанут, если вы с ним расстанетесь. А для вас это объективно неприемлемо. Потому что самостоятельно потребности удовлетворяться вы, кстати, по всему свои не умеете. И дело здесь, я не думаю, что обязательно в сексе. Дело здесь, я не думаю, обязательно в чем-то таком, что нужно вам от человека. Дело в том, что мужчины этого, каким бы он хорошим и идеальным для вас не был, когда-то не существовало в вашей жизни. Это означает, что вы были без него. А это в свою очередь значит, что будучи без него, вы как-то удовлетворяли свои потребности. И когда он появился, вы как бы с помощью него стали это делать и теперь уже по-другому, по-другому, просто-напросто не можете. И вот момент, который необходимо здесь прояснить, это именно такой, что это за потребности, какие они что из себя представляют, почему вы не можете удовлетворить их самостоятельно и как вам это сделать. Далее, вы пишите, что мне сложно переключиться на кого-то другого, не получается. Значит, в окружении нет никого достойного, чтобы переключиться. То есть вы говорите о том, что вам нужно переключиться. То есть, по сути, из одних отношений, да, Сразу Перейти к другим. Но что это получится? Моглядь. Если вы переключитесь, даже если вы переключитесь, Если предположить, что вы это сделаете, Что получится? Получится ситуация, при которой вы Будете использовать уже другого мужчину, Нового мужчину, Для удовлетворения тех потребностей, которые вы смогли удовлетворить С помощью вот этого мужчины. И в итоге получается, что вы опять будете, по сути дела, Зависимы. Только уже от другого и по другому. И я хотел бы задать вам вопрос. Вам это нужно? Вам это нужно? Вы этого хотите? Хотите? Если нет, нужно осознавать свои потребности. Если нет, то нужно уметь правильно их удовлетворять. Если нет, то нужно лично нарастить. Нужно не бояться остаться одной, Потому что вы определенно боитесь, Вас хотите переключиться на другого. И вам нужно, как бы, Изменить отношение к себе. Пока вы себя не любите. Пока вы не отстаиваете свои интересы. Пока вы, по сути дела, Растворяетесь в другом человеке. Любое растворение в другом человеке Влечет в потери к вам. Потому что Никому Не понравится, Когда Кто-либо, Ну, в данном случае и вы, Перестает Как-то вообще Обстаивать свои интересы. Хоть как-то. Потому что человек понимает, Что он может верти другим, как хочет. И от подойдет, да, Что-либо делать. Это тоже То, что я хотел вам Сказать. То есть Любовь к себе. Отсутствие любви к себе. Отсутствие принятия себя. Да, принятия в себе каких-то качеств. Здесь наличие потребностей. Здесь и Может быть даже Родительский сценарий Поведения. То есть Когда вы Копируете то, Как Ведут себя Вели себя ваши родители. То есть Вам же Что-то заставило Общаться с женатым мужчиной. То есть Вы По какой-то причине Например Когда он Вами Увлекся Любил И заботился Вы же По какой-то причине Позволили ему Это все делать. Вы же Не отказали ему В том, чтобы Он К вам Проявлял Внимание. Вы же Не сказали ему Если вот Ты сперва Разведись А потом Мы с тобой Будем вместе Покажи мне Что ты Готов К этим отношениям К отношениям Со мной. Вы этого не сказали Вы подволили ему Это делать. Значит Вам это было нужно Во многом Чтобы о вас Заботился Если бы Вы вас любили. Вопрос Для чего? Человек Который Нуждается В любви И в заботе Не может Устраивать Нормальных отношений Потому что Это Нужда. И вопрос В том Почему Вы Нуждаетесь На этот вопрос Вам нужно Найти ответ Конечно Вместе 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 С психологом Ну вот Совет Вы Просите Дать вам Совет Видите ли Психологи Не дают Совета Так что По крайней мере Я Вас Точно Советов Никаких Давать не буду Я думаю Что для этого У вас есть Друзья Которые Вам Псоветуют И очень Очень Хорошо Я думаю Что Раз вы Сами Понимаете Что мужчина Вас Использует Значит Для вас А сейчас Потребности Которые Вы удовлетворяете С ним Дороже Чем Собственное Достоинство Собственная Любовь К себе Вопрос В том Почему Это Страх И Ответ На этот вопрос Может быть Только Один Это Страх Страх От Са Ну Или Страх Чего Либо Еще Либо Неуверенность В себе И Вот Именно С этим Я И Предлагаю Вам Разобраться На этом Я Думаю Можно Закончить Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы У вас Остались Дополнительные Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Либо Лучше Признаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи